Суд арестовал имущество Петра Порошенко в рамках дела о госизмене. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика. Об этом сообщает Униан со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя. Экс-президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Подробности Об уголовном деле в отношении Петра Порошенко стало известно 20 декабря, когда Государственное бюро расследования Украины заявило о том, что по почте оповестило экс-президента о подозрении в госизмене. Политика обвиняют по двум статьям – госизмена и содействие деятельности террористических организаций. По версии следствия, Порошенко вместе с политиком Виктором Медведчуком, министром энергетики Владимиром Демчишиным и предпринимателем Сергеем Кузярой вошли в сговор для содействия террористическим организациям, чтобы нанести вред территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. В частности, Порошенко обвиняют в том, что он, будучи главой государства, в 2014 году во время вооруженного конфликта на востоке страны закупал уголь, который добывали в неподконтрольных Украине районах Донбасса. По версии следователей, политик по наводке близкого к Кремлю политконсультанта Виктора Медведчука решил сделать Украину зависимой от ДНР и ЛНР, поэтому сорвал поставки угля из ЮАР и сделал выбор в пользу непризнанных республик. Для этого он назначил на должность своего человека, министра энергетики Владимира Демчишина. Технической стороной договоренностей занимался бизнесмен Сергей Кузяра. Всего заговорщики вывезли из Донбасса угля на общую сумму 4 миллиарда рублей, утверждает сторона обвинения. Порошенко пытались вручить повестку на допрос по уголовному делу еще 17 декабря, однако он проигнорировал обращение и в тот же день уехал из Украины в Европу. Позже он написал в своем фейсбуке, что вернется в Киев 17 января, чтобы явиться в суд. При этом политик заявил, что возвращается, цитата, не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что Порошенко останется на свободе после своего приезда. Порошенко прекрасно понимает, что как и первую часть, что и доказательств там мало, так и то, что власть хотела бы именно вот этот сценарий. Это он вернется обязательно. Вопрос только как вернулся с большим пиарным эффектом, большей помпой, резонансом, таким международным и так далее. Как в свое время Саакашлифе возвращался, никто его не посадит. А вот дискредитировать можно, можно, скажем, играть на вот этих всех пиарных или судебных пиарных вещах. Арест Аксиевал, показывать, какой он богатый, как он разогатил во время этого президентства. Хотя ощутимого имущественного и политического удара по Порошенко-то не принесет. Во-первых, Порошенко переписал свой главный медийный актив телеканалы 5 и телеканалы прямой. Его медийные орудия уже давно, да, журналистские коллективы, они не принадлежат Порошенко, поэтому они не подпадают под арест активов. А во-вторых, суд не может принять решение об аресте наличных денег. А Порошенко держит в наличии, в кэше. Основные свои деньги, это очень большая сумма, я сейчас не помню, на это речь идет о примерно 50 миллионов долларов. И вот этот драматический поворот, во-первых, он хорошо отвлекает от многих проблем. Во-вторых, он все-таки должен удовлетворить час жаждущих крови предыдущих президента, и таким образом возвращения или восстановления справедливости. В-третьих, может, что-то из этого получится политически, если Кирова Порошенко уменьшит его рейдинг. Украинский политолог Вадим Карасев. Конфронтация между Порошенко и Зеленским началась еще во время президентских выборов, на которых нынешний глава страны назвал себя приговором экс-президенту. Продолжит украинский политолог Петр Алищук. С одной стороны, Порошенко продолжает себя позиционировать в качестве лидера оппозиции, в этом контексте претендует на статус общенационального лидера, но в то же время Зеленский сохраняет лидерство среди украинских политиков по всем рейтингам, которые в последнее время опубликовались. Поэтому мы видим, что вся эта ситуация, она приобрела затяжной характер. Общество, оно все-таки ждет чего-то, знаете, такого, что можно было бы понять, воспринять именно как наказание людям, которые имели отношение к власти, которые причастны ко всем проблемам в Украине, коррупции в первую очередь. Поэтому, например, очень позитивно воспринимали санкции, которые вводились на протяжении предыдущего года. Поэтому я думаю, что тут вопрос не только не столько личный, сколько то, что Зеленскому нужно показывать обществу то, ради чего его избрали. А издали его для того, чтобы, во-первых, отстранить предыдущую политическую элиту в целом, и чтобы эту самую политическую элиту привлечь к ответственности. Украинский политолог Петр Алищук. Киевский суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и считатели каналов «Прямой» и «Пятый канал», об этом сообщила его партия «Европейская солидарность». Если экс-президента признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.